Добрый вечер! Мы готовились все хорошо, считаю. Самое главное, без травм. Все, что запланировали, сделали. Поэтому подготовка пошла хорошо. Соответственно, что вы запланировали? Какие цели стояли перед командой? Это общей физической подготовкой. Набирать какой-то объем, набрать общей физической подготовки. Специальная подготовка начинается уже сейчас. Был период отпуска у ребят? Да, с 1 июня по 15 июля у нас был отпуск. Всего 2 недели? Нет, с 1 июня по 15 июля. То есть уже практически полтора месяца вы в боевой форме? Да, конечно же, тренируемся. Вы проходили летний сбор где? В Малиновке. Как бы эта база вам нравится, не нравится? Ну, хорошая база. Конечно, хотелось бы, может, чуть побольше условий. Многие тренажеры мы возим с собой, приходится возить. Ну, а так все хорошо. Там лес, природа, все замечательно. Вот на что старались сделать акцент? Вы сказали, общая физическая подготовка? То есть ребята наращивали мускулатуру, проще говоря? Ну да, это объем, скажем так. Это подготовка функциональной системы организма для того, чтобы они могли выполнять большие нагрузки в дальнейшем. Потому что игры это очень большие нагрузки. Соответственно, когда вы уже встали на лед? На лед мы встали уже 3 недели назад. Я правильно понимаю, что вы тренируетесь на новой хоккейной коробке, которая теперь открыта на стадионе Труд? Да, это очень хорошо. Нам помогает, потому что мы час занимаемся до льда и потом 2 часа на льду. Это очень удобно. То есть вот этот, что называется, накат, он уже у ребят пошел? Да, конечно. А в прошлые сезоны когда вы вставали на коньки уже? Ну, вставали приблизительно в эти же числа. Плюс-минус там недели, 10 дней, когда лед заливали в АТЦ Просоюзах. Тогда мы вставали. То есть вы теперь просто сменили арену тренировки, получается? Ну да, скажем так, мы теперь дома занимаемся. Это удобнее? Намного удобнее, потому что нужно было, во-первых, выезжать. Ребята приходят за час до тренировки, за час. Потом мы начинаем разминаться, как бы общая разминка. Что-то делаем, выходим на лед. А тут приходилось приезжать за 2 часа на стадион, все это на автобусе, ездить. Это не очень хорошо. Ощущения от льда, они разные? Да нет, я думаю, такой же практически лед. Хороший лед, нормально, готовимся. Может быть, вам хотелось побольше площадку, нет? Очень хотелось. Побольше площадку, конечно, хотелось бы, чтобы вообще был уже крытый стадион, но это... Дело будущее. Да. Но в преддверии любого чемпионата на первый план, конечно же, выходят вопросы трансферной политики. Кого приобрели в этом межсезонье? Ну, приобрели Перминова, Тюкавина, Свенцена и у нас Матвеев Максим есть еще. Плюс молодые ребята наши все. Но фамилии все известны. Давайте поподробнее. Может, остановимся. Александр Тюкавин, Динамо Москва. Выступал в прошлом сезоне. Я, насколько знаю, это самый титулованный игрок из ненадействующих, да? Да, конечно, это очень хорошее, скажем так, наше приобретение. И он будет нам очень помогать. И вообще-то здорово, что Александр вернулся. Как удалось с ним договориться? Я не трогаю финансовые вопросы. Вообще он с удовольствием пришел в команду? Я думаю, что пришел с удовольствием. Все-таки он начинал здесь играть. И у него, наверное, самые такие хорошие годы тоже здесь проходили. Одни из самых начала хорошего карьеры. Начинал на своднике. Поэтому, я думаю, он с удовольствием вернулся. Какие задачи перед ним сейчас ставятся? Может быть, стать одним из лидеров команды? Я думаю, что лидеров команды, конечно, обязательно. Он так лидер команды. У нас плюс Женя Дергаев есть, Юрий Побинной, Масчернов. У нас много ребят, которые могут лидерами команды. Но и чьи имена уже болельщики на слуху? Да, конечно. Молодые подрастают, ребята. И я думаю, что на поле должна быть команда. И в любую трудную минуту должен быть, наверное, найдет человек, который должен стать лидером. Вторая фамилия, прозвучавшая от вас, Сергей Перминов. Сканифтяник? Да, он сам кировский. Играл за Сканифтяник. Но вот решил играть в воднике. Чем он вам интересен? Я думаю, что вы рассмотрели разные кандидатуры. Это хороший игрок. Да, он, во-первых, выиграл Кубок мира и чемпионат страны. Сколько я знаю, Зинам и Казани. Поэтому хороший игрок. Почему нет? А в какие качества вы его отмечаете? Что значит хороший игрок? Он сейчас только начинает с нами заниматься. Но он хорошо катается, поле видит, играет. Удар у него очень хороший. В пас играет. У него качеств достаточно много. Но все остальное, наверное, будет в ходе сезона. Потому что мы только начали готовиться. Но пока он занимается хорошо. Ну и еще одна фамилия. Андрес Свенсон. Швед. Шведский голкипер. Ну, Андрес, он приехал, он обживается здесь потихонечку. Я так понимаю, что теперь конкуренция у Андрея Рейна возникает в команде? Ну, это замечательно, когда в команде есть конкуренция. Чем больше конкуренции, тем лучше ребята играют. То есть нет пока приоритетов, кто в основе, кто будет сидеть на лавке в начале матча? Кто сильнее играет, тот и играет на поле. Вы сами второй сезон, второй раз пришли в команду, второй сезон вы будете у руля стоять. Что-то изменилось по сравнению с первой попыткой тренировки? Так я уже говорил, конечно, изменилось, потому что ребята другие, команда другая. Как бы руководство другое. Я, наверное, другое уже. Потому что все равно все и меняется, и человек меняется с вареньем. Говоря о переменах, я хотел спросить, что изменилось в личности тренера Рабатова? Может, более сдержанный стал, наверное. Как-то. Может, больше анализируешь, меньше поддаешься эмоциям. Сначала, наверное, подумаешь, потом что-то сделаешь. Если говорить об анализе, то есть вы стали серьезнее подходить к каждой игре, внутри себя, к какой-то разбор? К каждому на родню, к каждой тренировке, ко всему вообще изначально. В общем, ты подходишь, думаешь об этом постоянно. Получается так, что ты о работе хочешь, ты не хочешь, в отпуске или не в отпуске. Чем-то занимаешься, не занимаешься. Ты все равно думаешь о работе. Водник два последних года занимал шестое место, если я не ошибаюсь. На ваш взгляд, что мешало пройти выше? Ну, наверное, пока, может, это наше место. Можно и так сказать. Хотя в этом году мы не проиграли. Но объективно был шанс. Да, был, конечно. И шанс был объективный, и могли, наверное, выше подняться. Но, понимаете, в спорте где-то, может, не повезло. Потому что очень много матчей мы в этом году закончили в ничью. Вроде не проиграл, но и очков не набрал. И получается, что ты вроде неплохо сыграл, а место занял такое, какое занял. Но, может, где-то удачи не хватило чуть-чуть. Может, мастерства в завершении атак. А по итогам года был какой-то разбор полетов общий, может быть? Ну, конечно, все равно разбираешь. Для себя сам разбираешь. Аднализируешь прошедший год, что получилось, что не получилось, что можно изменить, что не надо менять. Вот эти плюсы и минусы. То есть, что бы вы занесли в актив команды по итогам прошлого года? Ну, то, что ребята, наверное, старались, не сдавались на поле, играли до конца. И были матчи, которые вырывали, как сказать, на последних секундах. Наверное, это очень здорово. Ну, а то, что не получилось, я сказал, что реализация моментов голевых у нас, конечно, была очень плохая. Слабо мы сыграли именно в этом моменте. Ну, вот одним из положительных моментов, на мой взгляд, стоит отметить тот факт, что количество зрителей на трибунах стало увеличиться, если я не ошибаюсь. У вас есть такое ощущение, что оживает труд? Ну, хотелось бы, чтобы еще было, конечно, больше. Но я думаю, что больше будет. То есть, ребята будут играть в полную силу до конца. Каждая матч на полной самоотдаче, несмотря ни на что-то. Я думаю, что и бречка будет больше. То есть, есть какие-то вопросы к самореализации ребят в каких-то конкретных матчах? Ну, конечно, есть. Все равно человек, это же не робот, он не может всегда. Кто-то не выспался, кто-то еще... Выдавать на гараж. Да, конечно, хочется, чтобы всегда 100%, а лучше 150%. Но это же человек, и поэтому что-то получается, что-то не получается. Но при этом ты все равно должен отдать все то, что у тебя есть на данный момент. Вылучшиться на все 100%, какие-нибудь у тебя сейчас есть. Тогда, наверное, и больше будет приходить. Какие задачи сейчас стоят перед командой на сезон? Знаете, наверное, задача у спортсмена одна – быть первым всегда, да? Понятно, что... Но степень объективизма, она должна присутствовать, да? Ну, я не знаю, как это сказать, я считаю, что, наверное... Мы будем бороться. Да, задача – это оставить всегда максимальная. Тогда уж там как получится, не получится – это уже другой вариант. Потому что это спорт, это игра и это жизнь, и просчитать, наверное, невозможно. Но мы о трансферах «Хватника» поговорили. Вы посмотрели, как укреплились другие команды, как переходили ребята, может быть, из одного коллектива в другой, как сейчас расклад сил предматчевый, предтурнирный? Ну, наверное, очень сильно Хабаровск укрепился в этом году. Остальные, Ергутск, в принципе, остался на том же уровне. У них там все остались, они оставили. Вот Динамо, Москва немножко, может, побольше молодежи стало играть сейчас там. Кто-то ушел. А так, в общем-то, все команды остались практически на своем уровне. Ничего такого сильного не изменилось. То есть не ждете каких-то мега-сюрпризов от соперников? Нет, хотелось, чтобы мега-сюрпризов мы преподносили. По-позитивным только, да? Да, конечно, конечно. Минувший год был юбилейным. Вообще, вот эти знаковые цифры, да, для архангельского водника, для болельщиков, они как-то ребят заводили, включая те матчи, когда вы выходили в старой форме? Да нет, конечно, заводили, потому что это все равно 90 лет команде. Это же очень большой срок на самом деле. Это не одно поколение людей прошло, не одно поколение болельщиков присутствовало. Сейчас же ходят внуки, дети. Поэтому это большая, конечно, ответственность очень большая на самом деле. Ветераны, которые до сих пор старые, которые болеют, как-то вы держите с ними связь? Да, общаемся. Конечно, обещаемся обязательно. Все, кто приходит на хоккей, и так как-то встречаемся. И в городе всегда все общаемся. То есть ребята тоже не закрыты, особенно воспитанники архангельской школы, они знают, что такое водник для архангельска, для архангельского места. Нет, никто не закрыт. Все же понимают, что жизнь проходит спортивно, и жизнь тогда же продолжается. Поэтому общаемся. Кубок очередной стартует 15 сентября. Когда и где будет проходить игра водника? Начинается он 15 числа. В Ульяновской будет проходить два этапа. Первый этап – 7 команд. Во второй этап уходят две команды. Полуфинал, финал остается. Второй этап будет уже попозже чуть-чуть. Тоже в Ульяновске? Да, я думаю, что в Ульяновске. Понятно, что кубковые встречи команд по хоккею с мячом, они несколько носят другой статус, нежели те же футбольные, допустим. Здесь можно ребят посмотреть перед серьезным турниром, перед долгим чемпионатом. Вы какую цель ставите перед командой? Посмотреть тоже, конечно, обязательно. У нас, к сожалению, нет же большого льда. И до Кубка России у нас будет только один матч со стартом 13-го числа. Поэтому, скажем, посмотреть хотелось бы, конечно, всех. Мы и молодых ребят повезем, посмотрим. И поэтому цель-то стоит выйти. Очень хочется, скажем, выйти дальше в следующий этап. В прошлом году мы попали в восьмерку, да? Попали, да. Но я думаю, что если что-то и не получится, то трагедии, наверное, делать из этого не стоит. Потому что, говорю, что у нас не было до этого игр. И хочется всех посмотреть. Может, кого-то на разные позиции. И мы преследуем тоже свои цели. Ну, громкие имена мы уже сегодня слышали. А кого из молодежи вы присматриваете из резерва, из команды? У нас тренируются Паша Пожилов, Глеб Потапов, Никита Дорохин, Данила Дорохин, Никита Вещагин. Вот это 97-й год. Все, ребята, они уже с нами и сборы проходили, и тренируются. Тренируются. А так вот у нас есть Коля Дмитров и Алексей Батулов. Вот они сейчас с нами поедут, будем их смотреть. То есть ребятам, по большому счету, нет и 20 лет, а они будут играть вместе с Тюкавиным? Я думаю, для них это серьезное такое, да, пример? Ну, они уже тренируются, катаются, играют вместе с ним. Конечно, серьезно, потому что они смотрят, как человек относится к делу. Как готовится к тренировке, как работает на тренировке. То, что принято называть профессионализмом, да? Да. Ну и плюс, конечно, ветераны все равно передают традиции команды «Водник». Это очень хорошо. Какие, например, вот чем они могут поделиться? Ну и говорю, как в раздевалке себя вести? Как готовишься к игре? И много тут нюансов, конечно, таких есть. Я думаю, что ребята должны все это видеть, смотреть. Пока есть у нас такие люди, как Александр Тюкавиным, Юрий Кобильнов. Евгений Дергаев, конечно, все. Они должны играть с ними и смотреть все это. На мой взгляд, именно Дергаев в прошлом сезоне себя так проявлял, как лидер команды, да? Вот, по крайней мере, на поле. В раздевалке он тоже может повести за собой ребят? Ну, он нас капитан, он как бы должен вести себя и в раздевалке, и везде. То, что называется авторитетом, он может завести? Да, но могу сказать, что это не освобождает его. Чем лучше он играет, тем больше к нему требований, и тем лучше он должен играть. Вы согласитесь с таким высказыванием, что водник – это домашняя команда, и что именно в Архангельске многим грандам в прошлом году пришлось не просто, а на выездах все-таки это чуть-чуть другой водник? Или это болельщик? Ну, это можно и так сказать, и так сказать. Можно сказать про большинство команд, скажем так. Домашние, да? Да, что они домашние выиграют. Ну, просто понятно, что дома сильно помогают. Ты привык к полю, к свету, ко всему. Где-то получается, что-то не получается. Какой-то год ты больше выиграешь на выезде, какой-то год меньше. Но никто не приезжает на выезд и проигрывает. Вот такие технические нюансы, да, вот как, допустим, качество льда, игра против или по ветру, да, освещение на стадионе, они действительно оказывают влияние на итог. Можно вот этим поиграешь, что называется? Нет, на самом деле это очень сильно влияет. Или это менее такой технический вариант? Нет, это сильно влияет. Разные поля, разный лед, по-разному трибуну расположены, по-разному свету. Это на самом деле это кажется… А вот с точки зрения болельщика, поле же, размер тот же, да? Рамка ворот не меняется. Так это только размер, а все остальное меняется. Другой цвет, другой лед, другой, я говорю, другой свет вообще. По-разному болельщики немножко по-другому уже кричат не так, а так. И все равно это нужно привыкнуть. Вы же входите в новую квартиру, например, да, или в новое помещение. Вы же все равно обращаетесь, что что-то не так. Тут все то же самое. Если говорить о поддержке водников, вот со стороны власть придержащих, выстроена ли работа сейчас с правительством Архангельской области? Да, я знаю, что у вас был губернатор на встрече по итогам города. Да, все выстроено. Я считаю, что это очень замечательно, и нам здорово помогают власти. Спасибо им большое за это, огромное. Потому что ситуация в стране, сами знаете, не очень тяжелая, но стараются, помогают, и в этом плане у нас, конечно, вопросов нет. В преддверии сезона хотелось бы еще поговорить о микроклимате в команде, поскольку люди приходят, люди уходят, да, появляются новые лица. Что стержнем водника является, может быть, кто держит команду в кулаке, помимо главного тренера? Ну, в кулаке, наверное, команду не надо держать. Иногда? Иногда, может быть, да. Но я думаю, что даже если один человек из команды ушел, другой пришел, это уже другая команда считается. Но, опять же, все равно есть какой-то костяк команды. У нас тут же Женя Дергаев, Юра Погребной, Макс Черных уже не первый год, скажем, вот играют. Уже там у нас есть Илья Пономарев, Олег Рязанов, Саша Антонов. И все равно это уже люди, которые давно в команде. То есть это то самое, что принято называть основой, в прямом и переносном смысле слова? Да, да, как костяк, скажем так, команды. У нас еще есть там игроки, и они приходят, и они понимают, что здесь жить, как говорится, в чужой монастырь с ним не приходят. Поэтому люди приходят, подстраиваются, и если ты хороший человек, почему нет? Тебя всегда примут. Хоккейс-мячом по-прежнему не олимпийский вид спорта. Как вы считаете, все-таки есть перспективы? Хотелось бы верить, что она есть. Здесь работают, вроде все больше и больше команд играет. Хотя, конечно, пока уровень может не такой команд, как в Швеции, России, Финляндии, Казахстане. Но вроде как стран намного больше стало играть. Поэтому я думаю, что можно со временем как-то все и вырастет. Ну и нельзя не отметить, что и в нашей теперь команде такой серьезный интернациональный состав, да? Это лучший вратарь прошлого чемпионата мира. Ну это замечательно. Я думаю, что у ребятам есть чему учиться друг у друга. Если коснуться вашего взаимодействия со школой юниорского состава, вот вы уже сказали, что подбираете ребят, так присматриваете тех, кто идет следом? Да нет, постоянно и на тренировки ходим, и на игры ходим. Если проводят соперницу России по мальчикам, по юношам, тоже на все игры стараемся приходить, смотреть. Обязательно смотрим. Постоянно спрашиваем, разговариваем с тренерами, смотрим, общаемся. Не могу не спросить, что интересного для болельщиков в этом году может быть придумано? Какая-то встреча будет в преддверии чемпионата, в ходе турнира? Ну если это интересно, болельщикам, то можно, конечно, организовать встречу. Но у нас была сейчас встреча, мы играли в Нуртарине с командой Помот по флорболу, и была встреча с болельщиками, организовали уже. Вот такие товарищеские игры, которые уже называются в понарошку, они вообще расслабляют, ребята помогают пообщаться? На самом деле это не в понарошку все было. То есть флорбол был серьезный? Нет, вроде как бы в понарошку, но ребята очень так завелись, и понятно, что тяжело играть, это немножко другой хоккей совсем. Но я думаю, что в понарошку у нас мало кто умеет играть. И не могу не спросить, когда начнутся матчи уже на трансстадионе Труд, когда болельщикам приходите, давайте проанонсируем первые игры. Да, добро пожаловать, 8 ноября у нас игра, первая игра с Енисеем Красноярском, с чемпионом страны. То есть вы сразу, что называется, с корабля на бал попадете? Да, мы сразу в бой. А следующие игры уже можно как-то обозглачивать? У нас там Енисея, потом 11-го Кемера мы играем с Кузбассом, и дальше уедем на выезд. Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня, и всяческих успехов в команде, мы за ними следим, мы переживаем за наших ребят, и мы желаем только победы воднику. Спасибо. Главный тренер Архангельского водника Олег Батов был сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова